Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня я хочу вместе с вами приготовить венские вафли. Но вафли будут не классические, они будут творожные. Дело в том, что мой ребенок плохо ест творог. И я нашла для себя вот этот интересный рецепт, интересную идею. В вафельках творог ребенок ест с удовольствием, поэтому надеюсь, что мое видео будет для вас полезным. Готовится не очень просто. Готовлю вафельки я с помощью своего нового помощника. Это гриль от компании JFGrill. Он очень большой, очень функциональный. Обзор есть на моем канале. Это гриль с тремя панелями. Значит, это гриль, сковорода и венские вафли. Так вот, сегодня мы приготовим вафельки. Давайте начнем. Для приготовления нам понадобится пачка творога весом 200 грамм. Творог у меня хороший, жирность 5%. Также сверху я положила щепотку соли. Сразу же добавляю в тесто сливочное масло в количестве 50 грамм. Добавляю одну упаковку ванильного сахара. Одну столовую обычного сахара. И добавляю 2 яйца. Перемешиваю. И затем все аккуратно взбиваю погружным блендером. Теперь добавляю муку в количестве 80 грамм. В муке у меня есть 1 чайная ложка разрыхлителя. Все просто перемешиваю. И в итоге получается вот такое достаточно густое тесто. Гриль я уже включила на разогрев. И пока гриль разогревается, я хочу вам показать еще одну особенность этого гриля. В прошлый раз в обзоре я забыла это показать. То есть здесь есть такая кнопочка, нажав на которую, гриль можно раскрыть на 180 градусов. Смотрите, как удобно. Мне кажется, это особенно удобно, когда готовишь барбекю. То есть получается 2 больших рабочих поверхности. Ну, сейчас вернем гриль в исходное положение. Сегодня мы готовим очень вкусные, полезные венские вафельки. Смазываем панели подсолнечным маслом. И теперь при помощи 2 столовых ложек выкладываем тесто на панели. Вот такие вот красивые получаются вафельки. Сейчас я их сниму и буду выпекать следующую порцию. Друзья, вафельки готовы. Смотрите, какие аппетитные они получились. Я не удержалась, одну уже попробовала. Вафельки всегда получаются изумительно вкусными. По вкусу они напоминают творожное печенье, но, наверное, менее сладкое. Поэтому, если вы желаете приготовить более сладкие вафли, то добавьте не одну, а 2 столовые ложки сахара. Мы эти вафельки едим с вареньем, либо абрикосовым, либо клубничным. Поэтому нам сладости достаточно. Вафли всегда хорошо пропекаются, не подгорают. Они долго остаются мягкими. Поэтому, друзья, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Уверена, что вам и вашим деткам такие вафельки понравятся. Самое главное, они вкусные и очень-очень полезные. Поэтому, друзья, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Марина. Всем пока-пока!